Всем привет, это FreeStudio21.com. Перед нами упражнение, типичное упражнение на словообразование. Наша задача при помощи приставок и суффиксов из тех слов, которые вот здесь вот у нас красненьким, образовать некие другие слова, возможно, другие даже части речи, и поставить в предложение всё как обычно. Итак, shopping in supermarkets used to be a simple affair, but over the past 10 or 20 years, it has become increasingly, я думаю, more sophisticated. Итак, что у меня здесь? Значит, я думаю, что слово increase – это глагол, verb, increase – это глагол. Далее, от него я образовываю increasing, возрастающий, increasing. А от increasing я образовываю на речи, increasingly – всё больше и больше. Вот таким образом. И поэтому здесь оно и будет находиться. Increasingly – если его перевести дословно, то будет возрастающе. Ну, мы так не говорим, всё более и более, больше и больше, более и более. Мне более и более больше нравится. И более. Или всё больше. Итак, покупки в супермаркетах раньше были простым делом, но в течение последних 10-20 лет они стали или становятся всё более и более сложным делом. На самом деле, всё стало настолько сложно и настолько важно для компаний, которые владеют ими, в смысле супермаркетами, что возникла даже новая профессия антрополок по розничным продажам. Итак, здесь у нас стоит слово exist, и это тоже глагол. И от него производная, существительная existence – существование. Здесь, в принципе, догадаться можно, потому что come into existence – это появиться. Просто выражение, чтобы вы знали, что есть такое выражение. Вот. Come into existence – появиться. Появиться на свет. Во. Появиться. Далее. В принципе, там можно было appear поставить, но appear – это немножко не оно всё-таки. Come into existence – лучше. Появилась и стала существовать. Как бы родилась новая профессия. Родиться. Вот ещё. Появиться – родиться. Родилась новая профессия. Retain anthropologists study shoppers in their natural habitat. The supermarket, for example. Антропологи по розничным продажам, я даже не знаю, как лучше это сказать, изучают покупателей в их естественной среде. В супермаркете, например. They use a variety of techniques to observe and analyze how many products each shopper touches, which labels they read, how long they spend in each ale. Итак, они используют разнообразные или широкий спектр. Значит, здесь стоит слово very. Very – не путайте, пожалуйста, с вот этим словом. Very – это не оно. Это не very. Very – через a – это различаться. Различаться – варьироваться. Вот так вот. То есть быть в разных вариантах. Быть в разных формах, в разных вариантах чего-либо. Вариантах. И от него можно образовывать… Значит, это тоже глагол. От него можно образовать существительное. Оно будет немножко своеобразное. Так, что я пишу здесь? Я напишу сразу здесь. Variety. Вот так оно пишется. Variety. Разнообразие, если дословно, но это будет не очень красиво. Целый перечень. Или разнообразные техники. Я напишу разнообразные, но имейте в виду, что это не прилагательное, это существительное. Разные техники применяют. Они применяют разные техники, чтобы наблюдать и анализировать, сколько продуктов каждый покупатель касается, какие этикетки читает и как много времени проводит в каждом проходе между полками. Вот это aisle или aisle, иногда его читают. Это проход между полками, в данном случае, в магазине. Далее. Their attendance, я думаю, to detail suddenly pays off. Attendance. Attend – это опять глагол. Здесь, по-моему, все, глаголы будут. Attendance – отношение. Вот так оно пишется. От слова attend – относиться. Attendance – это у нас получится существительное. Их отношение к деталям окупается, pays off – окупается с тарицей. Although the way we shop may seem totally predictable или unpredictable, не знаю, A real retail anthropologist can find important trends and habits that help shop owners to design their supermarkets more effectively. И хотя то, как мы делаем покупки, может показаться совершенно непредсказуемым, вот здесь я поставлю unpredictable, как это получается. Слово predict – предсказывать – это глагол. Далее я образовываю от него слово predictable – предсказуемый. Это будет уже прилагательное с добавлением вот этого суффикса. А дальше я ставлю отрицательную приставку и получаю unpredictable – непредсказуемый. Значит, непредсказуемые антропологи, которые занимаются проблемами розничной торговли, могут найти или обнаружить важные тенденции и привычки, которые помогут владельцам магазинов построить или организовать свои магазины более эффективно. Для начала важно местоположение. Далее у нас стоит слово fortune. Интересно, как оно здесь. Я без понятия, я пропущу пока. Значит, если ваш супермаркет возле банка или рядом с банком, это не очень хорошо для бизнеса, поскольку обнаружили, что банки напоминают людям, как много денег они должны, и это останавливает их или, ну да, пожалуй, упреждает, можно сказать, их от того, чтобы пойти и потратить больше денег. Так, я думаю, что здесь, значит, fortune. Во-первых, здесь явно наречие, поэтому мне надо образовать сначала прилагательное от fortune. Так, я сейчас спущусь ниже. Fortune. Дальше fortune – это существительное, кстати, в данном случае. От него я образовываю прилагательное fortune – удача, а fortunate – удачный. Далее мне надо образовать наречие, поскольку здесь у нас характеристика ситуации, действия. Поэтому я добавляю li – fortunately, и это будет переводиться к счастью. Вот так уже это переводится. А поскольку речь идёт о том, что, в общем, находиться возле банка не так уж хорошо для магазина, то я добавлю отрицательную приставку, и у меня получится unfortunately. Unfortunately – вот таким образом. И вот эту всю анаконду я впишу сюда. Unfortunately. Вот так. Далее. Что у нас дальше? Amongst the other discoveries, наверное, made is the importance of mirrors. Среди прочих открытий, так, наверное, так будет. Среди прочих сделанных открытий также есть важность зеркал. Что у меня здесь? Здесь у меня слово discover – это глагол, делать открытие. От него образовывается существительное. Очень просто добавлением всего-навсего вот такого вот маленького суффикса discovery. Но здесь other стоит, здесь явно множественное число, и amongst, к тому же, среди. То я сделаю множественное число и поставлю discoveries. Не надо забывать, что у меня чередование букв будет. Made – вот это вот, оно относится к discoveries. И будет лучше сказать не среди открытий сделанных, а среди сделанных открытий. Далее. When we see a mirror, it appears that we can slow down to take a look at ourselves, and so you can sell your product more effectively if you place your stand close to one. Итак, когда мы видим зеркало, оказывается, мы обычно приостанавливаемся, чтобы посмотреть на себя. И поэтому вы можете продавать свой продукт более эффективно, если поставите свою стойку, да, стойку с товаром рядом или ближе к зеркалу. У меня стоит слово effect. Effect – это эффект. Значит, от него надо мне образовать. Effect – это существительное. От него нужно образовать. Здесь опять цепочка будет. Здесь мне надо наречие поставить. Значит, я образовываю effective. Effective – эффективный. И от него образовываем наречие. Effectively. Вот таким образом. И у меня в наличии наречие уже. Effectively. Вот таким образом. Едем дальше. One of the disadvantages of this scientific study is that it leads designers to… Чего-то там, не знаю. …their designs. And in the end, one supermarket looks very similar to another. Один из недостатков этих научных исследований – это то, что они заставляют дизайнеров, наверное, стандартизировать свой дизайн. И, в конце концов, каждый супермаркет похож на другой супермаркет. Значит, здесь у меня опять слово standard – это noun, это существительное. И от него, от него я должна образовать глагол. Как это сделать? Standard. Вот так вот. Мне нужно… Есть приставка. Это, кстати, редкий случай, когда из существительного делают глагол. Но, тем не менее, есть вот такое вот дело. Вот так вот. И вот так вот. И вот это у меня standardized. Получится стандартизировать. В принципе, как и у нас. У меня сильное подозрение, что я его неправильно написала. Что-то мне здесь не нравится. Ну-ка, я посмотрю в словаре. Standardize. Ага. Лингва такого не знает. Значит, я неправильно написала. Возможно, стоит не менять последнюю букву, а ставить standardized. Standardize. Тоже не знает. Значит, тогда нужно заменить на Z. Я точно знаю, потому что, да, есть такие случаи. И вот оно есть. Standardize. Это таки оно. Стандартизировать. Все нормально. Значит, я просто неправильно написала. Standardize. Век живи, век учись. Итак, что мне нужно сделать? Мне, во-первых, нужно исправить мой суффикс. Я неправильно его написала. Здесь Z должно быть. Во-вторых, мне нужно исправить букву D поставить. И дальше поставить букву Z здесь. И у меня получится standardized. Далее. On the other hand, supermarkets are far more accessible, наверное, to disabled people than they used to be. In general, retail and repology has helped supermarkets to become as customer-friendly as possible. As long as there are customer-friendly prizes, maybe we'll all win. С другой стороны, supermarkets стали гораздо более доступными для людей с ограниченными возможностями, чем они были раньше. В общем, антропология, которая занимается розничными продажами, помогла супермаркетам стать более дружественными к покупателям, насколько это возможно. А если цены тоже будут дружественными к покупателям, то мы, наверное, выиграем все. Итак, вернемся к нашему слову excess. Excess – это доступ. И это у меня опять существительное. Здесь у меня явно нужно поставить прилагательное, поскольку здесь стоит more – это степень сравнения. И кроме того, доступные людям с ограниченными возможностями. Здесь нет действия, поэтому здесь характеристика супермаркетов, а не характеристика действия. Поэтому здесь прилагательное. Что здесь может быть? Я беру и добавляю вот такой вот суффикс – accessible. И дело сделано. Вот такое вот упражнение, маленькое да удаленькое, очень интересное. Мой вам совет, когда вы делаете нечто подобное, когда вы образовываете новые слова, которых, возможно, вы не знаете, проверяйте себя по словарю. Дабы не было как с standardize, когда я, по большому счету, тычу пальцем в пустоту. И, ну, слава богу, что я знаю, что суффиксы могут быть ice, а могут быть eyes через z. Поэтому лишний раз лучше себя проверить, и тогда все будет нормально. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!